Итак, всем привет, с вами Довга и продолжаем играть за Советский Союз Тотал Кринж. И началось летнее наступление Германии, План Блау. Ну что ж, дадим им какую-то полную свободу. Какая-то куда хотят, чем хотят. В общем-то не вижу каких-то особых изменений в их прогрессе, честно говоря. Но пускай, пускай. Ну здесь пока авиация работает, я в целом не против. Они, мне кажется, так до двух миллионов могут в один момент дойти к потерям. И что у них, по-моему, 2 миллиона повара, ладно, у них есть кого терять. В целом не буду им мешать это делать. А здесь нам бы, кстати говоря, 100 еще докачать, наверное, тоже. Потому что узлы снабжения и железные дороги мы строим очень-очень много. Поехали. А еще мы ставим себе лазеря. Потому что мы строим кучу инфраструктуры. Политка у нас плюс-минус уже и так накопится. Можно бери убрать. АЖД прям усиленно мы строим. Поэтому надо поднажать. Вообще, в идеале я бы успел сделать эти танковые дивизии к операции Юранус, так сказать. Но не уверен, что я успею. Нам нужно очень много механы и особенно много танков для этого. Так что посмотрим, конечно, как что пойдет. Вот здесь вот трейдят под литки немецкие. Это меня очень раздражает. Но пока поделать особо с этим чего-то не могу. Хотя почему? Давайте сделаем вот так. Сюда еще каких-нибудь эсминцев на спаме. И в целом, это плюс-минус должно хватать, я думаю. Да, вот здесь глубины блок нет. А вот здесь вот они хорошие. Давайте их тогда и будем делать. Вот сюда и перекрывать. Как прекрасно наблюдать вот это вот. Дефицит просто стоят и теряют снаряжение. Ну, здесь в принципе плюс-минус тоже. И ради Чуйкова мне нужно укрепить Дальний Восток. Так что давайте это сделаем. Потом возьмем Чуйкова. Прям вот эти фокусы, конечно, да. Мы не сможем победить. Вот это вообще мы никогда не сможем сделать, я подозреваю на потери. Но вот, допустим, через 15 месяцев, не знаю, мы, мне кажется, облиграем. Да, хотя подожди. Ну, в целом нет, ладно. Собрал, это где-то к зиме этой. Так что окей, мы в принципе сможем до этого дожить. А мы вот здесь вот переходим в небольшое наступление. Попробуем вот эту тоже группировку пройдуть, потому что, ну, а почему нет? Мы это можем. Опять-таки, мы все время могли бы полностью перейти в наступление, но мы уже ждем, так сказать, исторических вещей. Пираса и Юранус. В этих же дефф, в принципе, можно тоже подождать. Ну, и плюс советника и вот этих всех вещей, наверное. И у нас новый Ил. Конечно же, мы, как обычно, улучшаем его на максимум. И он у нас обходит на вооружение. Ну, и пока что авиация Германии только сокращается, как наша только растет. Прекрасно, я считаю. И мы сейчас попробуем выбить Ильну, таким образом, обрезая им солидное снабжение вот здесь. Это, конечно, еще как у нас бы выбить. И, в принципе, мы потихоньку их так из Прибалтики вообще выбьем. И мы также вот сюда ударяем, чтобы вот эти дивизии все ликвидировать. Тихонько их придержим здесь, конечно же. Чтобы они далеко не ушли. А наши стратеги переходят на Балканы бомбить, собственно говоря, Болгарию и Румынию. Выбивать им просто промышленность. Потому что, ну, почему бы и нет. И ликвидируем вот это окружение. И начинаем атаку на Вильнюс. Прям очень суровый. Под приказом фельдмаршала массированное наступление. Вроде как, да, он работает сюда. Минус расход, плюс атака. Минус потери организации, плюс потери преиспособности некоторые. И плюс, самое главное, прорыв. Так что, вроде как, должно это работать. И да, это, судя по всему, работает. Ой, я могу сделать Таткоград. Конечно же, мы берем Таткоград. Мы меняем сюда советника на Чуйкова. И здесь мы докачиваем инженеров, где возможно. Напомню, что это все еще с бахом вот этим вот на 25 атакхи защиты. И куча еще других полезностей. Хотя, соответственно, обою... Ладно, нет, воздушное вот это вот превосходство, оно, в принципе, вообще решает. Очень неплохо. Так что, да. Полезностей много, но Германия все равно беспомощна. Ну и хотелось сказать небольшое наступление. Улегся и уже потихоньку мы к немецким границам подходим. Давайте так иногда, в общем, это бывает. Да. Ну, теперь я на все это... Германия за городом держится хорошо. Точнее как, у нас просто тяжелая артиллерия. Нет, было бы тяжелая артиллерия. Ух. Всем другой разговор был. Верения были бы в 41-м еще. Так вот. А здесь... Мы вот так вот локально, кое-где, переходим наступление и возвращаем все территории, которые мы временно отдавали противников. Это здесь выглядит как-то вот так. Мы с огромными статами в атаке наступаем. Они здесь еще и без снабжения, без ничего. И просто вынуждены отступать. Отлично, я считаю. Ой, мы взяли Каунас, кстати говоря. Это еще один пункт стабжения здесь. Отлично. Как и Гродно. Надо знать сразу, что. Дабы положить в ЖД получше. Было бы очень хорошо. И еще вот здесь вот у нас появляется окружение. Приятное, несомненно. Которое мы скоро добьем. И уже после этого будем проводить операцию Юранус, так сказать, на германском... А, ну вы поняли. И знаете, что я думаю, тут можно это? Пятилетний план в Беларуси сделать, в принципе. Что, нет? То Беларусь мы сейчас уже освободим. Почему бы не сделать пятилетний план, который мы, типа, должны были сделать как будто до. Да. Ну и продолжаем вот здесь вот наступать. У нас здесь просто невероятное превосходство из одной только пехоты даже состоит. Почему бы его не развивать? И окружение на севере. Успешно ликвидировано. Давайте теперь здесь дивизии перераспределим. У нас здесь есть свободные, так сказать, ресурсы. И подумаем, где использовать бы наши танки. Есть мнение, что вот сюда надо пройти эти болота. Ну, конечно, не очень хочется. Вот вообще, вообще, сюда надо их отправить. И вот такой вот делать удар. Сделал здесь окружение, я думаю. Дефицит товаров растет. Невероятно. Как же плевать. Так вот. Что нам еще можно покачать? У нас есть такой вопрос. В целом, мы вроде как все нужное выключили. Плюс-минус. Можно, на самом деле, радио докачивать дальше. Дополнительно 0 единицы радио отборожения. Невероятно дорого. Не знаю, смог ли я себе это позволить. Наверное, да. И пока у нас есть лишний опыт и свободные, в принципе. Еще время до новых стратегов. Можно еще и пешики. Улучшить до их идеальной версии, так сказать. Почему бы нет? Вот так вот выглядит Румыния. Болгарис с игрой выглядит более-менее. Можно пойти еще, я думаю, в Венгрию. Популяция. Почему бы нет? Пока мы перегруппируем войска. В подготовке к наступлению. После этого. После того, как наши танковые дивизии наберут сейчас планирование здесь. Мы начнем операцию Юранус. У нас, кстати говоря, немножко нефть заканчивается. Это забавно. Хотя не очень приятно. Ну, я на фоне этого начал просто качать нефтяные тихие. Что нам еще остается делать? Особо-то, наверное, ничего. Ну да. О, смотрите-ка. Здесь операция Землот, а здесь операция Багратион. Они тоже как будто нормальное название берут для них. Забавно. Ну, а мы потихоньку руками начнем, наверное, я думаю, здесь двигаться. А позже, как у нас все пойдет получше, мы еще и... Собственно говоря, нашими обычными дивизиями нажмем кнопочки. Ну, в общем-то, я думаю, уже можно. Я не вижу особо, чем они нас могут остановить. Так что полномасштабное наступление начинается сегодня. Входим в него с потерями в виде двух сотен тысяч человек против их двух миллионов человек. И я считаю, что невероятно прекрасные потери. Невероятно сложный мод. Ну, а теперь под нашей прекрасной авиацией мы будем успешно прорываться. И в остальном здесь новые вещи. Здесь скорость планирования и стоимость способностей, а здесь потери организации минус. И я бы здесь выбрал себе... Ну, скидочку получаем, собственно говоря. Кстати говоря, вот здесь, на 15. И здесь прорыв, как тактику, которую я бы предпочел. А на штатке ПСК тоже активирует на свое наступление, конечно же. Ну, что ж. Думаю, где-то, может, в серединке 43-го года мы, скорее всего, Германию капаем, я думаю. Единственное, я вижу, у нас нефть проблемы, да? Угу, угу. Дабы ее где-то купить, наверное, заранее. Давайте вот так сделаем. Я думаю, этого хватит на ближайшее время. Там мы еще и теху до качаем, и будет нормально. О, у нас есть возможность укрепить Советский Союз, стабильность, военно-безнаселение и поддержка войны. Нам все это надо. Вообще, с поддержкой войны бы прям... Надо разобраться. У нас очень много потеряно из-за всяких непонятных вещей. А у немцев не так много. Надо обязательно поднять и поддержку войны, и стабильность. Так что идем туда. Ну, и наше наступление проходит успешно. Скорее всего, первый капнет Румыния, потом будем куда-нибудь сюда идти, в Болгарию. Надеюсь, можно будет обойтись без проникновения через эти горы, но посмотрим. В любом случае, именно сюда куда-то подойдет наша вот эта вот гранд-стрелковая армия. Так что должно быть нормально. А еще, думаю, наши вот эти стратегии стоит переместить куда-нибудь вот сюда. И переместить здесь на нанесение урона с фортификацией, потому что я вот встретил Кёнигсберг. Он с фортификацией. Я думаю, он не один-другой будет. Следовательно, надо с ними разобраться. У нас просто невероятно жесткие стратегические бомбардировщики наши. Ну, давайте-ка начнем нашу работу по этому региону. Он советский доброй, с Китой. Ну, без проблем. А здесь все хорошо, так что можем без проблем вам тоже помочь. Кстати, а я вообще уранус-то нажал. О, я уранус-то не нажал. Ха. Я и Сатурн могу сразу нажать, да? Это на 60 дней. Вот, давайте. Сразу и Сатурн, и уранус будет проходить. Уранус-то, отлично. Вот, кстати говоря, в 42-м году она и проходила. И Сталинградом она проходила, и тут записано все. Ну, что ж. Она у нас проходит не под Сталинградом, а в Польше уже. Но, тем не менее. Почему бы нет? Ой, мы уже взяли Варшаву. Я ожидал, что мы будем долго бояться за этот город. Мы все-таки без тяжелой артиллерии играем. Но нет. На самом деле все очень неплохо. Здесь тоже фортификация где-то есть. Вот, 34-35, и мы едем на Берлин. И это правда. Можно что-нибудь здесь качнуть. На самом деле здесь очень много разных вещей есть. Так что что-то можно подкачать. Ну, как-то вот так, пускай будет. Потом, может, еще подкачаем, посмотрим. Отлично. А дальше, даже не знаю, вот это можно еще раз качать. Ну, и фронт просто сыпется потихоньку. Вот просто авиацией мы перемалываем немцев абсолютно. Огромнейший урон нашей авиации наносится. Без заслуженного присутствия в этой игре побеждать практически невозможно. Тут только подтверждается каждый раз. А тем временем, в Германии уже почти 3 миллиона потерь от нас. У нас же все. 350 тысяч от них. Я считаю, цифры прекрасные. У нас еще есть дешифровка Германии, кстати говоря, и Румынии. Давайте все это нажмем. Далее Финляндия мне неинтересна, на самом деле вообще уже можно удалить. Болгария тоже. Италию тоже нажмем. И потом начнем взломать Ингрию. Хотя здесь вообще есть итальянские дивизии. Давайте проверим простым способом. Потеря 78. Ну, маловато. Я думаю, когда к Италии дойдем, тогда и будем нажимать. Пока потерпим. Ну и просто разрываем мы теперь Германию. Отлично. И параллельно мы укрепляем Советский Союз. Одно другому, конечно же, не мешает. Нам бы как-то стабильность поднять и поддержку войны поднять. Партизаны, интересно, где у нас уже все сортено, считается. И, как я и говорил, реформу ставки. Блин, ну, ладно, мы 1 миллион сможем набрать потерь. Слава богу, сможем это апнуть. А так, даже не знаю, где нам стабильность еще взять особо. Хорошо, вопрос. Я помню, у нас здесь вот был на 7 стабильность фокус, да. Так, поддержка войны, только здесь есть всякая. Давайте, наверное, промышленность докачаем. Че нам ее не брать-то? Заверю, что Германия еще вот здесь будут укрепления. И Польша здесь пограничная тоже. Так что будет еще весело нам. Оф, там я видел сотка, была урона дивизия. Конечно, блин, штурмовики наши отрабатывают только так. Но партизаны, где-то в Ягуславии. Молодцы. И мы идем вот сюда. Я все-таки подумал. Остальные фокусы мне уже не сильно интересны и нужны. Что-то, наверное, да. Вот эти две фокуса взять, да. Что-то тоже нет. Это да. Нефть и военно-завод, конечно, круто. Но военно-заводов мне достаточно. А вот Лерфи, наверное, не хватает для будущего, скажем так. Еще, я думаю, пора масштабную механизацию делать и переходить еще рощу на машины. И для торговли с Афганистаном нужны конвои. Ра, ты сейчас шутишь, я надеюсь. Что это за абсурд такой? Изобретательность, с которыми есть тоже лондовая граница теперь. Я просто переделываю свою торговлю, но какие-то очень смешные требования у нас с конвоем. А мне их не хватает. А вот и Румыния сдалась. Кстати говоря, мне немножко не радует, я бы так сказал, то, что Болгария не меняет сторону. Я привык, что она виделась исторично. Ну, ладно. В принципе, окей. Ну и Германия скоро уже потеряет Берлин. Наш танковый дивизий практически готовы. И вот наш средний танковый дивизий появились. Они безумно сильные. Достаточно сильно бронированные. Хотя, мне кажется... Давайте посмотрим, что пехота... Да, наша пехота смогла бы их, честно говоря, пробить. Так что они недостаточно сильно бронированные. Наверное, на бумаге они посильнее будут. Хотя нет, все еще 50 всего лишь брони. Маловато, конечно, для танков. Тем не менее, без снаряжения достаточного, я думаю, они не смогут нас пробивать. Германию слабывать, не знаю, есть ли смысл нет, но давайте. Хотя нет, знаете, что... Есть слова слабывать вот этих уже, ребята, я думаю. Займемся, пожалуй, уже ими. Ну и вот мы уже под Берлином, а вязанность во все работает. Вот это только надо бы вот сюда назначить. Вот это все перебросить сюда. Да, но в целом... Да, мы уже готовы брать Берлин. И, господи, в нем даже дивизии надо наметать. Нету. Мы успели его занять без сопротивления. Качательная капитуляция немецких в Берлине. Отлично. И... В этом моменте в Германии уже 3-2 потери от нас. Когда у нас все еще 460. Слушайте, а нам там нужен был миллион потерь для чего-то для ставки. А давайте это не спешить заканчивать. Доделаем сейчас этот флот. Что мы в него сегодня сейчас будем секрет найти. И нужно будет реформу ставки сделать все-таки. Иначе будет неловко. Вот и Болгария сдалась потихоньку. Страна за страной. Мы вернем порядок в Европу. И уже не отдадим ее в этот порядок никому. Там Франция высадилась на юге Франции. В надежде на то, что они успеют что-то получить. Но нет. В основном мы будем решать, кто что получит. Хотя у кого-то еще есть некоторые проценты. И все здесь по нулям. Ну, Британия, я так понимаю. И несколько у этих. Ладно. Ну да, будем именно мы решать, кто что получит. О, французы решили затопить флот. Ну, вообще жалко. Мы бы, может, его смогли даже получить. Но ладно. Самое главное то, что мы сейчас капнем в Германию. И нам бы, блин, 40 тысяч потерь бы еще где-то набрать. Не хотелось бы просто взять их и набирать из ниоткуда. Но надо. Чтобы стать сильнее, нам нужно потерять что-то. О, падение фашистского режима. Это в Италии произошло. Питалянское перемирие. Оно произошло, но я не вижу, чтобы оно произошло, честно говоря. Может, там еще какие-то проходят. Влод выведен из строя. Это немецкие бомбардировщики, это я слышал. Что-то произойдет? Пока как будто нет. А вот я на гре сдалась. Степенно всех мы выводим из игры. Как я и сказал, именно нам будет принадлежать порядок Европы. И именно мы его будем поддерживать. И ура, мы сейчас наберем этот самый милион, который нам так нужен был для реформы. Блин, абсолютно идеотизм делать такие фокусы, которые однозначно зависят от потерь. Потому что, блин, здесь супер возможно сделать это без миллиона потерь. Я просто уже неаккуратно наступаю чисто батл планом и вообще не думаю ни о чем. Да, ну, можно же было чуть аккуратнее это делать. И, ну, я реально супер близок к тому, чтобы не потерять этот миллион. Даже не требует каких-то невероятных усилий. Это просто, достаточно просто и возможно. Сделать хотя бы, не знаю, приятку, году тогда. Что, если какой-то год и нет капитуляции, прогресса, что-нибудь такое. Ну, это все очень просто делается. Просто, видимо, синайвера, разработчики не предполагают, что так можно или что. Союзники говорят высаживаются во Франции. Ну, 10 тысяч лет назад это произошло. А так вообще уже, конечно, поздновато. Чего они уже не поменяют? Все, что надо было уже победить. Мы уже победили. Масштабная механизация произошла. Что у нас по машинку? Давайте посмотрим сразу. Ну, жить можно. Как будто, да, как будто жить можно и реально можно. Нужно приходить, конечно, будет поддобавить. А так, транспортных хватает плюс-минус, 8 тысячи это нормально. И нам бы еще вне вот эти вот их тоже хватает. Все супер. Шикарно, я считаю. Ой, теперь такой простой вопрос. А у меня там 11 миллион сохранится или нет? Если нет, тогда я с... А, это откачусь. Ну, либо завтра комплищу, наверное, проще. Так будет делать, чем? Республика Сало. Вот. Наверняка будет проще, чем откат отца сильно далеко. Ну, так мы, в общем-то, аннексируем фактически все. Наверное, я думаю, да. Дальше что такое, у Британии 800 есть. Так что мы, скорее всего, все и заберем. Я так понимаю, весь ворскор сурдитиков передался Британии. Наверное. И, слушайте, ну мы только Францию не можем заклаймить. Хотя в теории могли бы, но это было бы супер некрасиво. Чисто, ну, по границам. И, наверное, мы заберем весь флот. Потому что нам он пригодится. Я так думаю. И вот оно. Я понял, будет эмбарго. Да-да-да. Или можно как-то красиво здесь все поделить? Такой вот вопрос интересный. Если вот это нам бы сделать, на самом деле. Потому что это опять поддержки военной дает. Так. Да, я бы на самом деле очень хотел красиво поделить Европу. И, слушайте, нет, мы не можем делать реформу ставки больше. Я считаю это абсолютно несправедливым. Пусть у нас эмбарго будет. Ой, у нас какие-то еще пафы убрали, да? Допустим. Так вот, я считаю это абсолютно несправедливым и идиотским. Так что мы делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. Единственное, что я просимулирую, то что мы еще две недели это все делали. Потому что, ну, нам еще там две недели нужно было сделать. Вроде как. Ну, согласитесь, что, ну, вот такие бафы закрывать за то, что вы в текущем моментах боитесь с Германией и делать альтернативу. И то, что Германия уже капитулирована. И на потере делать это просто, ну, абсолютно идиотизм. Теперь надо подумать, что с этим всеми сделать. Да. У нас там есть СССР. Вот этот вот. Это у всех наших вареньевых, я понимаю, происходит. Ну, давайте начнем что-то выделять и смотреть, как что будет получаться. И я потихоньку работаю с консолью и копируем территориями, чтобы сделать границ. Потому что, допустим, выделял я Финляндию, Карелия осталась у финнов. Сало осталось у финнов. Хотя, я там же отдалочку не отдавать национальные. Но, это, видимо, не национальные. Так и есть. Поэтому они отдались. Хотя, логично, очевидно, что это не должно отдаваться. Ну, и, типа, вот итальянцам вот эта территория не отдалась. И я ее могу отдать только французам. Как и, собственно говоря, кортику. Хотя, по факту, я эти территории оставляю. Ну, я их захватил. Как бы, я их вполне могу оставить в Италии. Но, у меня такой опции, как бы, нету. Так что, вот, подобные вещи сейчас будем фиксить. И я еще Югославию передам территория. И их тоже сделаем ринеткой. Потому что, ну, как бы, они коммунисты. Они должны быть в Коминтерне. Где-то, как бы, да, под коммунистами здесь находятся. И, очевидно, что, если мы им отдадим почти все территории, а именно мы их освободили, то они будут наши марионетки. Я считаю, тоже это достаточно справедливо и логично, по крайней мере, для расклада сил на будущее, так сказать. То есть, Греция... Блин, тоже была апологична, если бы мы здесь остановили марионетку. В смысле, что тоже фактически ее освободили. Она здесь была под итальянской оккупацией. И они вернулись в вот эти территории, что самое забавное. Когда происходил мир. Но вот эти вернулись. И с Францией, кстати, тут похожая была ситуация. Вот эти территории можно было захватывать, а вот эти именно сразу вернулись в Францию. Это понятно, что было из-за виши. Но все равно вот такие вот неловкие ситуации произошли. Грецию я, наверное, оставлю все-таки независимой. Независимой, но вот с СФР в Югославии, я думаю, точно логично будет передать ее нам. Ну, сейчас, в общем-то, буду продолжать заниматься территориями. Ну, и как-то вот так вот у нас получается. Я еще немножко занимаюсь торговлей, конечно же. Потому что у нас тут очень сильно все поменялось с этим. Я только откатился, у меня игра сломалась, когда я тут этим занимался. Видимо, слишком много всего подожимал. И пришлось заново все делать. Вот. Но, вроде как, получилось достаточно красиво. Здесь мы контролируем практически всю центральную и восточную Европу. Только в Греции успели союзники, в принципе, свое влияние распространить. В Италии, несмотря на то, что союзников много, мы все равно смогли тоже свое влияние установить. Здесь Бельгия осталась под союзниками, но Нидерланды под нами. И мы уже потихоньку подводим войска, потому что наши генералы не собирают останавливаться. Но параллельно с этим нам, конечно же, придется сделать свой флот. Именно ради этого мы уже строим верфи. Именно наше, так сказать, правительство видится как КПСС. Приняло решение, что Германия уже будет скоро раздавлена. И приказала зарождать уже военно-братской флот, Красный флот. Вместе с этим мы, скорее всего, будем использовать очень эффективные, как показала эта война с Германией, механизированные танковые войска. Плюс, конечно же, увеличивать количество авиации, потому что у союзников авиации тоже очень много. И, конечно же, всякую поддержку тоже можно подувеличить, потому что военных заводов, ну, господи, какое-то нереальное количество. Так что пускай. Ну, на этом я серию подзакончу. Следующая серия. Мы, скорее всего, будем готовиться к войне с союзниками. И союзники вполне себе неплохие по селе. Это вся Северная Америка. Это Франция, Британия. Франция, на самом деле, достаточно слабая. У нее армии практически нет, у авиации флот у нее только есть. Мы, кстати говоря, захватили флот. Очень солидное количество террористских кораблей, кстати, получилось. Да, этому я очень рад, на самом деле. Нам бы только объединить этот флот. Турция бы дала нам проход. А Турция даст нам проход. Весь флот управляется в Прибалтику. Когда Прибалтику? Прибалтику. И туда мы уже будем думать, что мы будем делать. И весь он пускай тренируется вот здесь. Пожалуй, просто-напросто. Да. Будем организовываться. И потихоньку исследовать свои носы. Может быть, мы с ними будем где-то высаживаться. Может, даже без. Если такой вопрос, как высаживаться в Америку, достаточно открытый вопрос. И плюс, я думаю, что перед Америкой мы все же займемся Востоком. Все же займемся Японией. Поэтому, я думаю, сейчас наши дивизии поедут сюда также. В том числе. И с этим мы проложим дорогу на Восток. Железную. Полгода это займет. Через полгода примерно мы начнем уже войну с Японией. Эта железная дорога сразу все эти пункты снабжения зарядит на хорошее количество припасов. Как я же сказал, с вами был Дубгай. Эта серия подходит к концу. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Все, ребята, как обычно. Дискорд уже вступайте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok